Всем привет! В сегодняшнем видосе я вам покажу довольно-таки простой путь заработка для новичка на Блэкраш. Ну, кстати, этот заработок пройдёт не только для новичка, а и для опытных игроков, потому что они все шарят как можно быстро, а главное, много зарабатывать на Блэкраша. Видео получилось очень качественным и интересным, поэтому обязательно смотри без перемотки. Ну и, конечно же, конкурс на 3 миллиона рублей. А тебе потребуется подписаться на мой канал, поставить лайк, включить колокольчик, ну а также написать в комментариях свой ник и сервер, на котором ты играешь. Условия очень простые, а шансы выиграть у всех одинаковые. Ну, а, кстати, вот и победитель из прошлого видоса. Ну, а ты не забывай, что я играю на Orange сервере Блэкраша, поэтому зову тебя Совой. Ну, а тебе-то требуется загрузить игру по ссылке в описании, зарегистрироваться на мой ник JohnDarian, активировать мой промокод Nair, получить с этого деньги и просто балдеть от жизни. Ну, а, кстати говоря, следующее видео будет, стоит ли играть на Блэкраша, то есть, стоит ли вам здесь оставаться или стоит уходить на новые проекты. Если что, отникальная отсылка к моему переходу, я никуда с Блэкраш уходить не собираюсь. Всем желаю приятного просмотра, ну а тем, кто кушает, желаю приятного аппетита. Кребят, мы сейчас находимся с вами в игре, я вам не буду показывать какие-то заработки по типу, играйте в Блэкджек или идите на Кладоискателя или идите на Охотника. Я вам покажу немного иной заработок, но не менее прибыльный. В общем-то, зарегистрировались мы, да, у нас первый уровень, первым делом, ну, это, думаю, даже в каждом заработке есть, вам нужно выполнить начальный квест для того, чтобы прокачать уровень. С них вы почти денег-то и не получите, поэтому, ну, вот реально не поленитесь, там посидите час, может полтора. Выполняйте квест, аппетите второй уровень и после этого у вас уже будет намного больше возможностей. После этого, смотрите, мы берем, идем в 24-7, телепортироваться вы не сможете, это я, чтобы, ну, быстрее вам все показать, телепортируюсь. В общем, просто приезжаете через GPS и заходите в 24-7, логично. После этого я вам рекомендую на деньги, которые вы получите с работ, ну, на которых вы будете работать во время выполнения квестов, либо же вы просто отдельно где-то пойдете работать. В общем, посмотрим, как решить, так и решите, покупаете себе симок и идете потом на аукцион пытаться их продать. То есть, смотрите, вы купили симок и просто выставляете их на аукцион за какую-нибудь там цену дорогую и у вас рано или поздно их 100% купят. Ну, естественно, если вы поставите там за какую-то говносимку 100 тысяч, честно, ее никто не купит, надо все делать с умом. В общем, также мы с вами покупаем лотерейный билет, вы вводим сюда какие-то числа, смотрите, здесь одно число совпадает 2000 рублей, два числа 15 и если все, то 50 тысяч. Это очень круто на самом деле, потому что вы можете, вы смотрите, два просто, это неправильно, неважно. Смотрите, всего чисел, считайте, то, что 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 и, ой, извините, я случайно сейчас долбанул по столу, неважно. В общем, там с вероятностью 33% выпадет, ну, одно из этих чисел. Думаю, шанс будет большим, я бы на вашем месте, когда покупал, делал бы, например, числа 1, не знаю, там 8, 0 или там 1, 3, 5. Ну, чтобы числа стояли плюс-минус, не то, что не рядом, как-нибудь с расстоянием, чтобы у вас было больше шансов. Как по мне, у вас так, ну, типа, больше шансов будет победить. И так, вы можете часто покупать эти лотерейные билеты, потому что они всего лишь 400 рублей, а шанс поднять вовла у вас, как бы, ну, есть такой, прилично довольно. Мы направляемся на работу автоугонщика. Кстати, смотрите, мне за этот час не повезло, типа, смотрите, у меня первая цифра числа, ну, как бы, не совпало, ничего страшного, в принципе, мне все равно, потому что, ну, у меня не была цель выиграть. В общем, переходим на автоугонщика и берем у него квест, эта работа довольно-таки интересная, не знаю, мне она больше всего нравилась из трех работ, например, там, охотник, кладоискатель, автоугонщик. Я всегда предпочитал автоугонщик, потому что ему нужно кататься на машине, взламывать их, довозить до сюда. Ну, как по мне, это интересно. Смотрите, человек довез только что машину, сейчас он ее сюда поставит. В общем, когда вы работаете, у вас тут будет такой кружок красный выделен, подбегает к NPC и получает с этого деньги. Чем больше машин вы отвезете, тем больше денег вы получите. То есть, тут качается скилл, если кто не понял меня. После этого направляемся с вами в автосалон среднего класса, в автосалон низкого класса, в магазин аксессуаров, потому что в этих автосалонах самые такие выгодные машины, которые чаще всего перекупают. Смотрите, даже здесь, ну, довольно-таки не особо такое, как сказать вам, пиковое время, 7 часов, обычно в этот момент все делают домашку, типа, много просто 2ФК. Здесь все равно есть люди, которые, смотрите, вон, тачку затюнил, и он сейчас будет ее предлагать купить. Я вам рекомендую делать так, не брать очень дорогие машины, брать более такие популярные, делать от них такой внешний тюнинг небольшой, и после этого их начинать перепродавать. Либо же покупать у кого-то за прям вот маленькую цену, а потом перепродавать, либо покупать из ГОСа, немного тюнинг и потом дороже продавать. И тем самым вы сможете выручить довольно-таки большие деньги, потому что многие просят ПТС, но они вообще почти не смотрят, они просто увидели, вау, вот машина ему принадлежит, и все. Типа, если машина недорогая, обычно никто особо так и не смотрит на тюнинг там, не знаю, ну, вы меня поняли, наверное, я просто не умею особо объяснять, я извиняюсь. В общем, если вы продаете аксессуар, вы также можете их как-то очень красиво преподнести, сказать, вон, смотри, как он красиво смотрится, и тому подобное, и просто начать перепродавать. Также с квестов, если вы успели на хэллоуинские квесты, на новогодние, вы будете получать всякие маски и тому подобное, которые вы можете перепродавать, например, те же самые подарки, но если я не ошибаюсь, А, нет, еще деревня, ребята, это есть, поэтому у вас есть шанс позаработать с, ну, как бы, таких новогодних квестов. Я не буду вас задерживать, на этом ролике я могу подводить к концу, я вам все объяснил, как это все делать, то есть не покупать очень дорогие машины, покупать плюс-минус дешевые, популярные, делать о них, вот, например, неоны на них нацепить, фары поменять, можно также винилы, и просто перепродавать машину. Ну, допустим, вам тюник и машина обошлись в 100 тысяч, вы перепродаетесь за 110, и так делайте часто, и рано или поздно у вас будет реально хорошо это получаться, вы также можете подключать к этому своих друзей и делить с ними прибыль, потом покупать более дорогие машины, и тем самым вот так продвигаться, ребят, будете получать больше суммы, ну, и как бы всем, мне кажется, от этого будет приятно. Но если вы хотите, чтобы я снял отдельное видео «Пути барыги», я думаю, это реально будет для вас интересно, потому что эта рубрика довольно-таки эксклюзивная, такую сейчас особо никто не делает, ну, в общем, наберите, пожалуйста, на этой серии, там, к примеру, 777 лайков, такое символическое число, просто мое любимое число 7, в общем, если вы наберете 777 лайков, я обязательно для вас сделаю такое видео. Ну, а с вами был, как обычно, Анаэр, всех вас благодарю за просмотр, всем желаю удачи и всем до встречи, пока!